Вас будут привлекать мужчины другой национальности, другого вероисповедания из далеких краев, из далеких стран. Также вам необходимо помнить, что вы сильная женщина, у вас высокая либидо, вы обладаете такой здоровой женской сексуальностью. При этом у вас очень сильно развитая мужская энергетика, мужская сторона. И мужчина вам нужен такой же сильный, чтобы вы не старались себя подмять, свою мужскую энергию куда-то запрятать. Вообще, чем больше вы будете раскрывать свою мужскую энергию, тем приятнее будут ваши отношения, тем больше вы будете женственны. Такой парадокс. Если вы будете, наоборот, стараться быть чересчур женственной, все будет наоборот. Наоборот, станете более мужественны, вас погребеет голос, на вас перестанут обращать внимание мужчины. То есть вы свою энергию мужскую должны любить, не должны прятать, вы должны ее все время развивать. Вообще, четвертый аркан в отношениях может выйти в плюс через мужчину. То есть вы своей мужской энергией, наоборот, питаете своего мужчину. Также в зоне отношений у вас стоит десятый аркан. Вам всегда на стыке зоны отношений и финансов, десятый аркан, вам нужно всегда помнить о том, что нужно быть расслабленной, спокойной, получать удовольствие от партнерских отношений, от профессиональных отношений, от работы. То есть быть расслабленной. А в зоне финансов у вас стоит восьмой аркан, который называется справедливость. В ресурсном состоянии вы очень рациональны, очень такая удовлетворенная, мудрая. Находите ответы на вопрос «почему?» очень легко. То есть очень легко ищите и находите причинно-следственные связи всего того, что происходит вокруг вас. Из восьмого аркана может получиться очень хороший психолог, врач, психотерапевт. При этом врач такой альтернативной, не классической медициной направленности. Восьмерка в плюсе – это очень сильный, очень мудрый аркан, надежный, очень ответственный. И вы, когда находитесь в ресурсе, вы очень легко можете управлять своей силой. То есть если вы что-то пообещали, то вы обязательно это сделаете, но при этом вы не сделаете этого вред себе. Вы сможете так распределить свои ресурсы, что и вам будет хорошо, и другому хорошо. Также вы в ресурсе, когда находитесь, вы знаете свой режим. Вообще режим – это то, на чем держится восьмой аркан. Вы должны все время знать, что вам есть, когда вам есть, когда вам спать и так далее. Когда вы в ресурсе, вы человек слова. Вы очень аккуратно относитесь к словам, и если что-то пообещали, обязательно это делайте. В нересурсном состоянии, в минусе – вам свойственен вечный поиск справедливости. Вы никогда не видите причины следственной связи и не можете найти ответ на вопрос «почему?». Почему что-то конкретно с вами происходит? Также в нересурсном состоянии вы можете стать агрессивной, либо в ативопатию, в гордыню, в злость. В восьмерке в минусе свойственно вечное недовольство, вечная неудовлетворенность. Очень часто в минусе можете испытывать стыд за себя. Тревожность. Проблемы с перфекционизмом, с чересчур выраженным. Проблемы с ресурсностью. Какая-то несерьезность, какая-то неосновательность. При этом, когда вы находитесь в ресурсе, в работе, вы очень трудолюбивы, но ни в коем случае не надо забивать про режим. То есть все должно быть в меру. И также в зоне реализации, если вы открываете какое-то свое дело, вам обязательно нужно его оформлять официально. Это очень важно. Для того, чтобы реализовываться восьмерки в зоне финансов, очень важно, как я уже говорила, соблюдение режима. И очень важно брать на себя не слишком много задач, не слишком много дел. То есть учиться делегировать. И когда восьмерка находится в ресурсе ваша, деньги могут приходить к вам очень легко и очень спокойно. Также в зоне финансов у вас есть 16-й аркан, который называется духовное пробуждение. Вообще 16-й аркан в деньгах может быть либо чересчур бедным, либо богатым. То есть это в минусе, конечно. Если 16-й аркан в минусе, если вы в минусе, зациклены либо на духовном, либо на материальном. Зациклены на духовном, вы обречены на бедность. Зациклены на материальном, вам свойственна такая ресурсность, богатость. Поэтому для того, чтобы находиться в балансе, вам необходимо одновременно развиваться и материально, и духовно. То есть про духовную свою сторону ни в коем случае не нужно забывать. В таком случае в финансах у вас все будет хорошо. Также было бы очень хорошо, если вы свое любимое дело, свое хобби сделали работой. В зоне силы у вас находится 11-й аркан, который называется «Сила и потенциал». В ресурсном состоянии у вас очень много энергии, которая дана вам от природы, от вашего рода. Вы очень волевые, очень сильные. У вас безграничный, бездонный потенциал. Вы очень энергичные, вы лидеры. И вы ведете за собой свои энергии и своим состоянием. У людей, когда они с вами общаются с вами, и вы находитесь в ресурсе, у них открывается какой-то потенциал, какая-то сила внутри них пробуждается. Если вы находитесь не в ресурсе, если вы находитесь в минусе, то этой энергии, которая есть в вас, вы с ней не можете справиться. Вы либо начинаете совершать какие-то непонятные движения, какие-то дергающие, бегающие глаза, какая-то неадекватная благотворительность, неадекватная помощь. Вы начинаете спасать других людей, когда вас об этом не просят. Можете ссориться, ругаться с людьми на ровном месте и так далее. Либо наоборот, когда вы находитесь в минусе, вы можете быть такими, можете находиться в очень подавленном состоянии. Такие еле живые люди, вы не желаете двигаться, вы не желаете лидировать, то есть вы не умеете использовать свою силу, еле двигаете. Все ваши движения очень медленные, очень плавные такие. И в минусе также вам свойственна тревожность, раздражительность. Как я уже говорила, вы хотите всех спасать, все тянуть на себе из-за перезбытка энергии, которую вы не можете использовать правильно. И также вам может быть свойственен низкий эмоциональный интеллект, из-за чего вы очень часто не можете понимать своих чувств, своих эмоций, своих переживаний и соответственно эмоций и чувств других людей. То есть, когда вы находитесь в минусе, вы словно такой слон посудной лавки, который совершенно случайно рушит все вокруг. Вам дано очень много энергии, и вы эту энергию должны направлять не в то, чтобы всем помогать без разбору, когда вас не просят, там, не двигать столы, не двигать стулья, шкафы и так далее. Вам нужно направлять свою энергию для того, чтобы изменять, двигать энергию пространства вокруг себя, общества вокруг себя. То есть, основная ваша задача, основная ваша задача, это научиться использовать свою энергию, свою силу, свой потенциал, который есть у вас от природы. Распаковывать его и пользоваться ей. То есть, научиться управлять той энергией, которой у вас очень много. И когда вы научитесь управлять своей энергией, распаковывать свою энергию, вы научитесь распаковывать и помогать, вы научитесь распаковывать энергию других людей, помогать им. Как можно ваш 11 аркан, вашу силу, вывести из минуса в плюс? Во-первых, вам нужно заземляться Это йога, это медитации, это какой-то спорт Какой-то медленный, допустим, растяжка Который может обращать ваше внимание внутрь себя Для того, чтобы вы духовно росли, слушали свою душу Также вам нужно научиться направлять свою энергию в действие То есть из метафизики переходить в физику И необходимо развивать свой эмоциональный интеллект